Увидеть мир, вырваться из бытового плена и заработать хорошие деньги. Работу за границей, пусть даже союзного государства, многие воспринимают как выгодное предложение. Специалисты отделения по гражданству миграции Мозорского РОВД предупреждают, очень часто размеры заработков сильно преувеличены, а условия труда настолько же приукрашены. Случаи, когда обеспеченность и доверчивость одних становятся заработком для других, нередки. Правда, официальная статистика не пестрит цифрами. За два года в городе только три обращения по поводу нелегального трудоустройства за пределами страны. Правоохранители настаивают, доверять следует проверенному работодателю. Сегодня направлять граждан для трудоустройства за границу, в том числе и в Российскую Федерацию, имеют право только организации, имеющие лицензию на право осуществления деятельности, связанной с трудоустройством граждан за пределами Республики Беларусь. Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющий деятельность, связанную с трудоустройством граждан за пределами Республики Беларусь, размещен на официальном сайте Министерства внутренних дел Республики Беларусь. А также напоминаем, что все вопросы, связанные с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, вы можете задать в Управлении по гражданству миграции УВД Гомельского обл. полкома по адресу город Гомель, площадь Ленина, 45А, кабинет 31, или по телефону 710-889. Самостоятельно нашли работу, защищать свои интересы придется тоже самостоятельно. Даже если с заработков вы вернулись без денег, вернуть вам их уже никто не поможет. Единственное утешение – штраф за незаконное трудоустройство для тех, кто этому способствует. За нелегальное трудоустройство граждан за пределами Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность по статье 12.7.5 Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь, за которую предусмотрена санкция от 50 до 200 базовых величин. Никогда и никому не отдавать свой паспорт, даже на временное хранение, сделать ксерокопии всех документов, поддерживать связь с родственниками и друзьями. В любом случае, излишняя подозрительность и осторожность пойдут только на пользу. Лидия Поттер, Олег Фитцнер, телеканал Музырь.